мы начали или нет сообщаем вашим подписчикам что и кто самый первый к нам подключился это оксана привет доброе утро так ну все ждем тогда ждем 2 минуты доброе утро всем кто к нам подключается напоминаю что сегодня у нас прямой эфир томск майами с чемпионом мира с артемом левиным будем задавать ему 7 вопросов артема левина мне кажется просто будет даже больше так к нам подсоединился артем как вам ждать сколько времени немножко где бы здравствуйте вам доброго утра вечером вышли в эфир потому что другой возможности у нас нет соединить томск и майами сибирь и майами на самом деле вам спасибо большое за приглашение принять участие в прямом эфире всегда рад поговорить с родиной так как томск кузбасс сибири новосибирск это все это я считаю своей родиной все же я сибиряк поэтому я скучаю пандемии не дает сейчас особо много путешествовать уже с полгода я не был в россии из-за той проблемы в виде коронавируса поэтому скучаю и рад вас слышать и видеть пока люди к нам присоединяются артем как у вас обстановка с пандемии карантин вроде бы все ослабилось начали открываться рестораны в принципе они работают сейчас уже все работает но остается масочный режим социальная дистанция которая в принципе магазинах но опять же сейчас вот теме митинги которые проходили это вот black black lives matter это к сожалению послужило не очень хорошо на фоне пандемии сейчас число зараженных вроде как увеличивается опять ну дай бог пронесет но посмотрим как будет отлично так немножко но тогда может быть начнем как раз вашей родины расскажите как вот вообще вы простой парень из прокопьевска такой успех у вас стали чемпионом живете в майами столько у вас побед наград как этот путь вообще на самом деле ну так сказали что жить где-то на самом деле может позволить себе любой человек это на самом деле не достижение это если человек сам по себе имеет такие какие-то желания свободу души мысли то он принципе свободен выбирать где ему жить мы уже к счастью живем не в советском союзе когда границы были закрыты а можем съездить хоть в азию хоть в европу на другой континент даже в арктику мы сейчас можем путешествовать поэтому проблем с этим нет а что касаемо того что именно спортивных достижений то это наверно конечно нужно сказать целой команде людей которые в принципе и сделали то то что я сейчас в принципе себя представляю первую очередь это родители которые на протяжении всей карьеры которая тоже не всегда складывалась только положительно были со мной и поддерживали это главный мой болельщик мой папа ну соответственно и мама тоже но мама уже после первого чемпионата мира уже говорила что надо бы пора завязывать ну да наверно родители но я тоже своим своим детям бы не посоветовал бы ну не то что не посоветовал если они выберут мир единоборств я их поддержу но я посоветуем другой путь но так как вы являетесь примером для своих детей возможно так получится что выберут они как раз ваш путь дети в первую очередь это губки конечно они я на собственном примере это могу видеть каждый день вот допустим сегодня воскресенье погода дождик такой а если здесь дождик то это прям такой тропический ну соответственно такое ленивое воскресенье дома я сижу дома на диване смотрю youtube и дети у меня занимаются тем же сам если я допустим дома подтягиваюсь отжимаюсь лев с оскаром тоже самое со мной делают поэтому дети это губки они смотрят на родителей копируют поэтому мое дело воспитать в них первую очередь достойных людей а какой путь они выберут это должно быть все даже за ними решение я должен направить показать а выбора все же остаться за ними ну и в свою очередь это естественно нельзя отметить не сказать о людях которые были всю карьеру от начала до конца это виталий викторович миллер это мой первый тренер и которые все самые главные достижения именно были с ним это менеджер мой бусыгин сергей юрьевич поэтому там на самом деле не бывает что боец достиг всего сам это конечно к сожалению мы видим зачастую что успех спортсмена но никто не знает сколько людей еще стоит за его спиной и по поддерживают его в одиночку на самом деле трудно чего-то достичь и нужно это понимать зачастую тоже спортсмены становятся каким-то знаменитыми забывают про то тот бэкграунд о том кто был с ними рядом в свое время кто их поддерживал кто их подталку кто им слезы вытирал свое время поэтому об этом нужно всегда помнить поэтому первые первые тренеры мой любимый мой назовем его второй отец ну в принципе такое же затертое выражение это виталий викторович миллер наверное благодаря ему все это получилось ну и в первую очередь это федерация тайского бокса кузбасса которая является меккой тайского бокса непосредственно в томская федерация тайского бокса тоже появилась благодаря выходцам из федерации тайского бокса кузбасса поэтому мы сибиряки сейчас скажем так расползаемся по всей территории россии а теперь не только россии кузбасс славится своими бойцами и на борте и всегда славился артем правильно понимаю что большая часть вашей команды это те люди которые с вами уже давно не те что с вами пришли вот недавно совсем там где-то в майами там допустим уже а те кто с вами проходили этот путь чуть не сначала я ценю очень ценю те знакомства они во первых проверенные временем то дружбу которую я получил допустим тренера миллера виталий викторович я не могу назвать своим другом это как ну все равно есть дистанция есть уважение есть хотя это очень близкий мне человек там допустим сейчас может быть не очень хороший период в отношениях но это как в принципе проблема отцов и детей поэтому но я всегда ценю я прислушиваюсь я смотрю наблюдаю за его деятельность и всегда рад встрече что касаемо тех с кем сейчас я готовлюсь поединку это тоже люди которые это мой товарищ по команде с которым я начинал чемпион мира заслуженный тренер россии сейчас который воспитал уже плеяду спортсменов и заслуженных мастеров спорта также это станислав макеев поэтому я люблю когда моему углу поединке находятся те люди как на которых можно положиться которые подставят свое плечо это вот проверенные то есть случайных людей в углу не должно на мой взгляд артем а вы помните свою первую победу да это хоть я себя и считаю абсолютно представителем тайского бокса первая победа к сожалению пришла после трех лет упорной работы три года я не выиграл ни одних соревнований то есть я пришел записался на тайский бокс потому что минимум мои братья старшие говорили вот бокс это все твое все твое работа твое будущее здесь я записываюсь и три года не могу выиграть ни одни соревнования я очень благодарен своим родителям и тем людям кто меня в тот момент поддерживал потому что когда психика у ребенка еще не сформирована а здесь не где тебе говорили что ты вот должен быть такой великий развелики а у тебя ни черта не получается очень легко сломаться и как раз вот здесь мнение и поддержка старших она играет очень большую роль и то что этого не произошло это заслуга в первую очередь мы моих родителей моих братьев моей семьи и тех кто был рядом и как раз первая победа именно пришла именно сюда литер чем миллером потому что там какой-то период времени я занимался до него у другого тренера а потом перешел к нему и вот звезды сошлись пазлы тоже сошлись и получилась та карьера которой в принципе я наслаждаюсь с тем видом деятельности которые наслаждаются тайский бокс вообще дал мне очень много путешествия встречи с новыми людьми интересные знакомства помимо финансового составляющей всему этому я благодарен только тайскому боксу и даже книжки меня научил читать мой мой наставник мой тренер и вот есть такое выражение что человек читающий книгу всегда победит человек который смотрит телевизор и это вот тоже заслуга тренера поэтому есть такое выражение бокс это не шахматы здесь головой думать надо но это шутка больше я к тому что это не просто мордобой я прочитал кстати Артем что у вас любимый вид спорта после тайского бокса кикбоксинга это шахматы действительно так получается я не могу сказать что это любимый вид спорта это интересное времяпрепровождение проблема в том что в шахматах найти партнера с которым можно поиграть интересно поиграть достаточно сложно проще на данный момент проще в поиграть но это чуть другая составляющая хотя тоже на самом деле достаточно интеллектуальная игра если к ней подходить с точки зрения математики а не только надеяться на волю случая вы столько много путешествовали по миру уже объездили весь мир наверное побывали во всех уголках нашей родины нашей россии да почему в этот раз именно выбрали горный алтай ну на самом деле когда говорят что много попутешествовал это все познается в сравнении потому что допустим если ты приезжаешь в россию вот если будь турист который турист из америки приехал посетить россию посетил посетил москву и сказал я был в россии это абсолютно неверно правильно потому что россия за мкадом это совершенно другая россия каждый город регион тоже по-своему уникален так и у меня я много где был но я считаю что еще больше мест где я не был и куда я стремлюсь конечно хотелось бы посетить все страны мира включая экзотические такие как северная корея и ряд других что касаемо нашей необъятной родины я скажу так я когда переехал как раз это случилось шесть лет назад стал больше приезжая в россию стал больше путешествовать именно по россии у нас очень большое количество субъектов федерации и каждый регион по собственно по своему уникальным благодаря моей профессии в каждом регионе практически есть федерации тайского бокса или кикбоксинга я лет пять назад впервые провел такой большой тур он и по сей день уникален никто не проводил также это в течение месяца я проехал 23 регионы россии плюс несколько стран снг две-три страны снг то есть там казахстан беларусь еще кто-то был это то есть каждый день ты двигаешься поезд самолет машина переезды новый регион новые знакомства конечно не все можно было посмотреть но как раз этот месяц был такой вот именно переход с весны на лето и вот весна в россии зачастую такая слякотно все это все тает и потом как все это распускается это все у меня проходило в дороге и очень уникально запустим из красноярска где еще весна толком не наступила я прилетаю прилетел в ростов и здесь уже лето это вот именно ты понимаешь насколько большая необъятная российская федерация и я рад что вот крайний раз я был феврале в россии как раз в городе томск проходил впервые проходила чемпионат сибирского федерального округа и эта идея с туром она в принципе оттуда и возникла я увидел сколько людей занимаются люди с которым мы появилась идея вот этого тура также обратили внимание что спортсмены заинтересованы спортсмены занимаются но и опять же алтайский край это горный алтай это то место куда люди я я здесь непосредственно несколько лет несколько дней назад разговаривал с людьми они мечтают попасть в горный алтай поэтому потому что это действительно это место силы это уникально уникальное красивое место которое должен как по мне посетите практически каждый житель россии ну а если это еще совместить приятное с полезным это только будет к лучшему у вас было много предложений проводить мастер-классы как в россии да так и за рубежом почему выбрали именно организаторов хот-турен и интертеймент компании ну вот как раз к этому опять из предыдущего вопроса вытекает все это возникло именно вот на соревнованиях по тайскому боксу которые проходили январе-феврале я сейчас могу запутаться немножечко именно представители компании интертеймент компании увидели как сколько ребят занимается сколько общает сколько фотографируется мне интересно в первую очередь общаться с земляками из с теми людьми которые понимают разбираются я как по мне то те ближайшие регионы красноярск томск новосибирск кузбасс они очень близки для горного алтая это удобная локация и практически очень много народу проводят свои летние каникулы отпуск именно в горном алтае я думаю сейчас как раз пандемии когда границы закрыты это может быть даже еще лучше потому что люди не могут выехать за границу а в данный период времени придется наслаждаться красотами именно нашей родины ну кто-то в сочи кто-то в крым а кто-то в горный алтай и вот я кстати могу сказать что алтай может фору дать как и сочи так и крым именно это совершенно другое да здесь нет моря но здесь совершенно уникальная природа которую ну мало где увидишь это швейцария практически в описании тур вы даете информацию что будете делиться секретами артема левина расскажите немножко об этом мне кажется пару секретов артем в первую очередь и что заключается в секретах во первых я много есть же с мастер-классами вот именно это я нашел для себя такой вид деятельности которая совмещаю приятно с полезным как говорил марк фен на смертном одре мы будем жалеть что мало любили и мало путешествовали люблю я в отношении любви у меня есть все мне есть семья мне есть мои прекрасные дети родители путешествия эмоции путешествия дают знакомство те эмоции и на самом деле очень много идей каких-то планов проектов проходили мне в самолете вот сейчас я уже с февраля месяца я прилетел с лас-вегаса и не летал и меня уже как вот такая ломка мне нужен самолет и мне нужно перезагрузиться очень очень понимаю тоже привыкли к такой жизни когда постоянно самолете пять раз в год летали путешествовать 2020 год уникален как раз заставил нас ценить то что мы имеем как бы в повседневности сейчас заставил нас ценить уже совершенно в другой плоскости в другую с другой значимостью эту и у меня были туры именно по россии вот я говорил что тур в прошлом году был по европе тур практически всю восточную западную европу мы проехали порядка 15 стран ну к сожалению в этом году тоже была идея здесь что-то совершить но человек предполагает бог располагает на самом деле с другой саду в начале я был очень рад потому что наконец-то я так прям очень много время провел со своими детьми потому что все равно постоянно в разъездах но сейчас наступает тот период когда ты понимаешь что нужно двигаться я человек который в принципе в движении рождается что-то новое что-то какие-то планы идеи мысли а расскажите о ваших тренировках они будут вообще интересны девушкам женщинам ну я скажу что сейчас вообще штатайский бокс кикбоксинг единоборства они вообще популярны у слабые половины человечества девушек у женщин на чемпионате мира по позапрошлом году в мексике по тайскому боксу было равное количество участник как женщин так мужчин я не знаю с чем это связано кстати многие тренера говорят что женщины более трудолюбивые трудоспособные то есть они очень жесткие поэтому что касаемо во первых есть одно направление это когда девушка спортсменка хочет добиться каких-то результатов на на ринге каких-то достижений есть другое для поддержания физической формы тайский бокс настолько уникальный ты задействованы все мышцы то есть и руки и ноги колени и локти это отличное времяпрепровождение для похудения для того чтобы быть форме и к даже вот модели виктория секретс кстати они занимаются тайским боксом да это факт можно забить в интернете посмотреть и на самом деле сейчас очень много я на вскидку златан абрагимович популярных футболист занимается тайский бокс он уникальный не надо даже кому-то конечно кому-то интересны спарринги соревновательная составляющая а кому-то просто побить грушу помахать по воздуху какие-то элементарные навыки самообороны приобрести почувствовать уверенность в себе и просто иметь хорошую физическую форму почему нет все это можно можно сделать с помощью тайского бокса я это подтверждаю могу ручаться за это на все сто процентов а вот в программе тура еще будет и йога да как это будет сочетаться можно ли будет совмещать и йогу и на ваши тренировки ходить это по времени как разное это отличная вообще так идея на мой взгляд в прошлом году в польше был у нас как раз вот такой же похожий кэмп и там тоже то ли был стрейчинг то ли массаж это очень хорошо для людей которые устали у которых забил после тренировки забиваются мышцы они где-то растягиваются йога это потрясающее занятие я сам хочу попробовать на как неохота быть некорректным именно растянуться именно с пониманием подойти к этому вопросу это даже для меня будет интересно для профессиональных спортсменов я знаю что вернее я знаю много профессиональных спортсменов которые интегрируют йогу в свой тренировочный процесс поэтому это только будет улучшать саму тренировочную программу тот наш план который мы имеем на данный момент ну здорово да кстати и там же будут еще и массаж и энергокоррекция то есть это вообще в комплексе будет прямо я думаю в таком месте как алтай да это ты перезагрузишься и душой и телом и я думаю что это только будет дополнять все друг другу мне кажется после этого можно будет сразу на чемпионат ты хочешь задать вопрос у вас в авторском туре заявлен зип-тариф это индивидуальные тренировки с вами да если какие-то ограничения ну по полу я уже поняла что нет ограничений могут и мужчины и женщины а вот по возрасту есть но для детей с какого возраста индивидуальной тренировки с вами можно посещать на самом деле тренировки можно практически с любого возраста начинает но все зависит от дисциплины ребенка если ребенок хочет сам заниматься из шести если дети которые даже занимаются с 54 лет я на самом деле не фанат такой работы в этом возрасте тренировки они более и в игровой манере время для фокусировки у ребенка очень маленькая это порядка 40 минут нужно привык и здесь больше какая-то физическая нагрузка со своим весом то есть ловкость скоростно силовая примитивная работа который развивает у ребенка именно самые такие примитивные качества которые пригодятся ему в будущее которые в дальнейшем сформируют из ребенка уже здорового укрепленного с укрепленным мышечным каркасом человека спортсмена мужчину или девушку неважно да можно мне кажется да Артем я заметил что вот за время карантина наверное вот впервые начали вести прямые эфиры да это так да на самом деле кто был из самых известных спортсменов в гостях у вас в прямых эфирах скажем так а делать нечего чем только не начнешь заниматься на самом деле мы продолжим это этот вид деятельности потому что он меня заинтересовал именно даже общаясь с теми людьми которых я знал с которыми мы в дружеских отношениях в очень близких но не получается им задать официальные какие то вопросы чтобы именно они рассказали свой взгляд на вещи или какие то моменты из прошлого именно интервью и посредством интервью это дает возможность и на самом деле для меня было удивительно что это ну как бы за эмоции которые ты получаешь как интервьюер что касаемо кто был это чемпионы мира по боксу это Сергей Лепенец это и Руслан Проводников с ним мы не завершили интервью оно у нас по техническим причинам чуть сорвалось но мы его обязательно сделаем много это Алексей Папин если из боксера брать если UFC бойцов это Валя Шевченко который является сейчас чемпионкой UFC это Андрей Орловский бывший чемпион UFC и ветеран уже этого промоушена это главный тренер сборной России по тайскому боксу заслуженный тренер Виталий Юрьевич Ильина чемпионы Глории я скажу что на мой взгляд Сергей Харитонов был я вот сейчас не вспомню потому что я себе опоздал это был такой мой марафон это лично было вызов для себя у меня было каждый день одно интервью пару дней было по два интервью в день и на самом деле это интересно это просто именно вызов себе было чтобы вставать и что-то делать поэтому там было порядка сорока человек за месяц и я сейчас всех не вспомню причем разные сферы там были люди яркие представители скажем так Кузбасса допустим художник очень интересный художник из Прокопьевска который не заканчивая какой-то художественной школы рисует портреты именно портреты с шариковой ручкой сейчас и красками ну на мой взгляд очень интересный такой человек и готовясь к интервью ты что-то новое открываешь для себя тебе приходится вспомнить тоже каких-то знаменитых художников популярных на данный момент из истории и как бы провести какие-то параллели спросить вопросы у него поэтому в интервью не только ты спрашиваешь и слушаешь но когда ты готовишься ты и сам еще развиваешься дополнительно какой-то багаж знаний освежаешь в своей голове да то есть все прямые эфиры у вас где-то закреплены в профиле можно посмотреть да большинство большинство закреплены они есть у меня либо на моем канале в телеграме либо на канале в ютубе да эти эфиры все есть конечно расскажите еще вот у вас в тренировках вы будете давать уроки самообороны там нужна ли определенная подготовка чтобы участвовать или можно вообще человек который просто да вопрос такой вот кто-то может сомневается совсем вот только-только занимается любительской физкультурой может быть да вот подойдет ли этот тур и вот эти занятия не только профессионалам но и тем кто совсем любитель я могу точно сказать что здесь не важно уровень физической подготовки или опыта у меня есть опыт работы с теми людьми которые только пришли в зал и уже с профессионалами ну с кем в принципе сейчас сейчас как раз не знаю благодаря пандемии или как или вот просто сечение обстоятельств я стал тренером ведущего зала ММА в Америке это American Top Team то есть здесь огромное количество и чемпионов и UFC, и БеллатР, и Ризин ну всех ведущих по ММА промоушенам сейчас в этом клубе я отвечаю за стойку да именно поэтому есть опыт работы с профессионалами то есть с самого высокого уровня и с теми людьми которые только начинают заниматься во-первых это естественно будет индивидуальный подход это не значит что все будут делать одно и то же я против этого потому что мы все разные мы все и человек наставник тренер должен учитывать индивидуальные особенности своей команды тех людей для которых он является учителем ну а по самообороне вы будете давать свои да ну это самооборона вообще тайский бокс был на вооружении армии Таиланда то есть это что ни на есть прикладной вид единоборства естественно там есть те навыки которые могут пригодиться и не дай бог в таких случаях в которых вам придется как-то защищаться от хулиганов какие-то навыки обязательно мы разберем покажем как в случае чего выйти из ситуации неблагоприятной отлично отлично как так ты знаешь я хотел спросить еще вот как Артем можете смотивировать вот надо наверное представить себя обычным жителем Сибири ну как может быть вы там были лет там 10-15-20 назад и как смотивировать такого человека поучаствовать в нашем с вами туре приехать на Алтай поучаствовать в этих тренировках что для него будет самое самое главное самое ценное в этом во-первых что-то вроде рекламы такой агитации провести на самом деле если вы еще не знаете о сложившейся ситуации многие еще не знают где проведут свои летние отпуска либо каникулы если вы хотите их провести с пользой то в вашем внимании есть очень хорошее место место силы в которое приезжают люди со всего мира одно из самых атмосферных и пейзажных мест в России да и во всем мире это горный Алтай и в этом месте вы можете еще и провести время не только для души но и для пользы для своего тела это сбросить несколько лишних килограммов плюс приобрести навыки тайского бокса кикбоксинга бокса и элементов самообороны и просто побыть в хорошей компании где люди в принципе приехав на этот тур они едут туда не отдыхать не по клубам ходить а именно приезжают чтобы оздоровиться чтобы насладиться чем-то чтобы провести эти каникулы с людьми с похожими интересами поэтому я уверен что каждый кто примет участие в этом туре как минимум получит что-то особенное что-то нужное именно для себя и точно не уедет недовольным это экспромтом экспромтом если слоган о слогане я помню еще я бы подумал да и уточним еще что это будет все 10 августа в августе на Алтае как и в Сибири стоит самая чудесная погода когда нет уже ни мошкары ни комаров и это будет самое-самое что ни на есть отличное время в году для проведения вот такого отдыха как раз это наверное бархатный сезон можно назвать да для себя плюс дополнить если это йога и походами в баню и массажем энерготерапией и чем еще и вегетарианским меню так это вообще будет конечно я думаю что как раз после Алтая можно сбросить тот груз какой-то негативный опыт или и не хотелось бы этим словом сейчас говорить но обнулиться полностью и начать жизнь опять заново да а вы как вообще к вегетарианству относитесь я считаю что человек сфой выбирать экспериментировать и я против только того что жесткую агитацию в чем-либо я считаю что любой человек он должен приходить как-то к этому сам и на самом деле какие-то из идей мне интересны и два года назад я бы никогда не задумался и был бы жестким противником этого сейчас я думаю чуть по-другому поэтому я отношусь к тем людям которые пропагандируют или исповедуют вегетарианство положительно но если это переходит в агрессивную манеру а таких вегетарианцев я тоже знаю то здесь как раз вызывает такое немного момента взять дистанцию от этого человека ну я скажу что у меня мой старший брат один из моих старших братьев вегетарианец поэтому ничего страшного в этом я точно не вижу я наоборот как минимум вам плохого в этом точно ничего нет это скорее даже больше хорошего но все должно быть в меру поэтому и здесь и главное чтобы человек сам должен к этому прийти и захотеть этого а планируете ли вы в дальнейшем продолжать участие в подобных авторских турах если да то какую страну или город России хотите выбрать следующим на самом деле в этом году уже хотелось сделать несколько туров и были предварительные договоренности это Сочи это так сейчас это Сочи это Благовещенск Амурская область на границе с Китаем вот три точки было у меня и сейчас как раз идея появилась это Калининград как раз мы бы обхватили Дальний Восток Центральную Россию Центральную Россию я имею ввиду Сибирь и вот как раз Сочи это больше для центральных регионов России которые находятся ну и Калининград там уже с точки зрения приближенных европейских стран очень удобная локация ну и сам Калининград уникальна по своему да и тем более в этом сезоне кстати поставили прямые чартерные рейсы из Москвы в Калининград что очень удобно будет добраться туда еще я думаю что в этом году было уже все могло произойти но знаете все что приходится руководствовать со фразой что не делается и все к лучшему поэтому наоборот теперь есть и время больше чтобы разложить все четко по полочкам чтобы не было каких-то проблемных моментов я думаю это как минимум будет интересно Артем может быть есть какие-то пожелания предложения к организаторам тура то что мы еще не успели обсудить обговорить ну здесь я не могу сказать пожелания именно к организаторам тура я хотелось бы пожелать или сказать тем кто смотрит или посмотрит этот эфир я у вас его возьму сам то сохранить не смогу но у вас возьму размещу и у себя на страничках те кто хочет провести время в хорошей компании в отличном месте с пользой я вас всех жду будет интересно я думаю что нам ничего не помешает чтобы стать как минимум лучше чем мы были десять дней назад и кто это послушает тот это поймет я думаю ну а тем более всем тем кто посмотрит прямой эфир у нас будет акция на оплату тура всего будет сорок семь тысяч рублей так что скидка пять тысяч рублей скидка пять тысяч рублей да так что успевайте бронировать по такой цене мест осталось не так уж много потому что желающих действительно много и тех кто хочет поддержать здоровое тело здоровый дух поэтому это отличная возможность на самом деле я уверен что будут и спортсмены и будут тем чем разноплановой будет публика разнопланово то есть люди которые просто пришли впервые решили впервые заняться тайским боксом или единоборствами и спортсмены каждый я уверен для себя приобретет что-то новое а для меня наоборот именно такая разноплановая публика даст больше возможностей реализовать этот тур на все сто процентов поэтому я жду всех неважно занимались вы чем-то или не занимались как минимум удовольствие вы от этого тура получите артем а еще вот если погрузиться в саму атмосферу тура тренировок как примерно будут проходить тренировки в какое время вот как как вы себе представляете утром или вечером по времени это будет час или два там пробежка или ну вот просто примерно хотя бы чтобы люди понимали что это как это будет вот как-то в общих словах в общих чертах сейчас сейчас это еще мы будем смотреть во-первых и будем смотреть когда уже будет продана скажем тур то есть набрана команда то есть что это за люди спортсмены больше или просто обычная семейная семья приехала допустим на эту да естественно я еще раз повторюсь это индивидуальный подход и не обязательно то есть будет и работа именно какая-то групповая будет ну пробежки в виде зарядки мы не будем бегать кроссом и нелегкоатлеты все должно быть в удовольствие здесь не не тур для спортсменов которые готовятся к каким-то чемпионатам это сейчас у всех межсезонье даже у спортсменов здесь нужно просто поддержать форму набрать физические какие-то свои кондиции поэтому все будут заниматься по какому-то одному плану но с разной нагрузкой то есть для начинающих это будет совершенно маленькая нагрузка но для спортсменов более высокого класса они соответственно будут двигаться вернее не двигаться а будут брать максимальную нагрузку по силам именно спортсменов что касаемо в какое время будут тренировки мы еще этот момент утверждаем если появится заинтересованность они будут и два раза в день проходить если это будет интересно либо один раз в день плюс есть йога когда можно потренироваться и потом расслабиться на йогу я сам хотел бы именно в таком ритме тренироваться здорово спасибо вы так интересно рассказали что даже я уже захотела поехать и попробовать тайский бокс потому что действительно когда мы пробуем что-то новое это же выход из зоны комфорта это развивается не знаю мозг развивается тело это очень круто мне кажется это дает в любом случае незабываемые эмоции впечатления и плюс конечно в таком месте это очень круто и я думаю что ваша энергетика еще добавит этому месту энергетики зарядит его успехом вашей целеустремленностью настойчивостью и покажет пример как быть чемпионом и вообще что нужно делать для этого как жить спасибо да главное чтобы те кто приедет не забыли взять с собой главное хорошего настроения потому что именно в веселой атмосфере должны проходить все тренировки то есть потому что я знаю много чемпионов мира именно которые у которых здоровый юмор какие-то подколы в команде это нормальный тренировочный процесс где должны быть звучать шутки где должны быть здоровые шутки здоровое чувство юмора и веселое настроение и тогда весь тур все эти алтайские каникулы весь тренировочный лагерь пройдет на ура и с максимальным КПД так что ждем всех вместе с нами с 10 августа на 10 дней с Артемом Левиным с чемпионом мира будем тренироваться познавать самооборону ну что я сегодня узнала что самооборона в принципе тайский бокс это примерно уже самооборона да конечно не будет поэтому будет я думаю весело и интересно спасибо еще раз что в столь поздний час вы нашли время и провели с нами очень интересный разговор что еще пожелать пожелать вам хочется скорейшего возвращения на родину встречу с родными друзьями и это то чего давно так все ждут кто застрял где-то легко спасибо ну думаю в самом ближайшем времени уже прилетим в Россию и уже в августе со всеми встретимся так что пока остаются места пока есть время бронируйте записывайтесь на туру я вас всех жду вам все тогда удачи да удачи Артем рады были пообщаться вам большое спасибо ну мы с вами еще связываемся мне ваши любви все спасибо большое всех 10 августа жду в Алтае все всем по всем вопросам по туру еще раз напомню что обращайтесь в ход тур можете прям в директ писать свои вопросы мы с радостью на них ответим у нас есть отдельная страничка по этому туру тур чемп с Артемом Левиным можете туда писать будем рады вашим вопросам контакты все есть да все в афишах все контакты есть все всем спасибо вам хорошего дня мне спокойно спасибо спасибо до свидания если хотите завершить эфир блядь только сохранить